так эвакуация по недостаткам давайте вообще сразу накидают уже что сразу опять-таки бросается в глаза парни всем большой привет эту серию хочу посвятить не горному катанию не трюкам каким-то и даже не тестами экипировки а посвятить ее снегоходе который называется шармакс sn280 это реально пожалуй самый доступный на сегодняшний день снегоход на российском рынке и поэтому когда мне позвонили с компанией global drive и предложили его от тестировать я прям не раздумывая согласился тем более тест драйв будет проходить в режиме свободного выгула то есть как будто это мой снегоход не то что я приехал на поле там стоят представители компании смотрят за тобой следят что ты делаешь как ты эксплуатируешь а именно дали мне его на неделю всю эту неделю я буду его просто дрючить и рассказывать вам о том как и что с ним происходит не заводится не заводится сломался сломался не едет и едет буду все рассказывать честно и открыто поэтому кто не подписался обязательно подписывайтесь я думаю будет интересно тем более что это первый только тест-драйв китайского снегохода дальше будут другие китайские снегоходы в том числе и в принципе я думаю что дойдем и потихонечку и до китайского горника и посмотрим как и что поэтому смело клацайте подписаться я думаю что будет интересно что я хотел бы добавить пришел он ко мне вчера в коробке это был мой выбор поскольку действительно интересно собрать самому снегоход в том смысле что пока ты собираешь можно ознакомиться с тем как он все-таки собран совпадают ли болтовые соединения отверстия все и так далее ну скажу так что собирал я его часа три примерно конструктор так себе не очень сложный и в принципе все отверстия совпадают все становится на свои места пластик защелкивается тоже весь очень везде хорошо плотненько даже наверное я удивился где-то лучше чем у полариса который стоит в 10 раз дороже в общем собрал его заправил сейчас у меня болтается вот там сзади в прицепе еду на первый день покатушек так что садитесь поудобнее наливайте кофе себе чаёчек сделайте бутер вкусный какой-нибудь пока я буду там на болотах к телепаться вы будете кушать сидеть в удобном кресле и погнали со мной вместе кататься ну а в начале маршрута предстояло пересечь поле поле довольно таки скучные противные длинные со снегом в этот день была ситуация такая примерно сантиметров 40 снега но снег достаточно плотный ну и заодно решил протестировать как он едет назад в этом поле поскольку снегоходы обычно назад ездить не умеют ну разве что у телик у которых подламывается пятка на удивление назад он едет довольно таки хорошо конечно же не побаловаться было просто невозможно вы за такое откровенное желание подрифтить собственно его и реализовал но к нормальная кстати смотри маленький радиус какой попробовал крутить пятаки конечно же ничего не вышло для пятаков 13 лошадиных сил откровенно мало ну ничего не поделаешь что есть то есть в общем первые впечатления такие по полям по полям синий трактор едет к нам реально то есть поехали сейчас миша он меня снимает он на оранжере 49 берпи если он нажал газ и ушел то я прям реально как просто на сидим тракторе что подтверждает утилитарные назначение этого снегохода отжигать по полям на нем не получится будете также как на буране чувствовать себя где-то там я сейчас скиньте точку давайте там встретимся вот но при этом есть большое но чувствуешь себя на нем реально уверен во первых широченные вот это колья лыжи покажем с этой стороны сзади вот это широченные колья огромные я уже настолько настолько привык горнику у которого узенькая колья до что вот это широкая колья это уверенность это незыблемость чувствуешь себя это первое второй момент идет достаточно уверенно 28 километров в час я понимаю что обкатка но думаю сотку он не поедет точно хотя собственно и говорит что максималка у него примерно 60 следующее что хочу сказать сидеть достаточно удобно ну вот реально сидишь как вот на таком знаете мотоциклисты меня поймут классические такой вот классический мопед такой правос сидишь на нем уверенно спинка прямая волосы развиваются лобовика не хватает только вот следующий момент вот это отвратительная кнопка вот это она еще нажимается так легко знаете прямо прям вот чуть чуть раз 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 короче два раза глох ну вот серьезно и рука на тормозе как-то вот раз и вот как-то попадаешь вот и глохнет тормоза тормоза гидравлика достаточно такие хватки все хорошо по поводу как того кого как заводится вот заводится он реально приятно прям поворачиваешь ключик кстати вот ключик очень не информативно поворачивается так зайти даже я бы сказал противно как-то так как-то вот не щелчка ничего как-то вроде повернул как ты вроде не повернул но дисплейчик очень симпатичными покажу поближе этикеточку еще даже не снимал но очень симпатичненько все чем-то похоже на honda crf есть обогрев ручек что немаловажно причем так достаточно информативно нажимается приятненько в темноте ночью будете ехать прям раз прям можно нажать без ошибок парни теперь как заводится нажимаем тормоз и кнопочку старта прям а не работает вот этого хотя здесь есть дрыгалка почему-то под левую руку ну левшам будет удобно наверное но я не знаю почему почему под левую руку это сделано но вот сделано под левую руку а кстати давай попробуем сдрыгалки ой все правильно да все правильно вообще так реально заведет девочка вот сегодня приеду домой попрошу чтобы жена завела реально заведет девочка очень легко заводится и двигатель конечно приятно я еще раз скажу что напоминает по звуку даже выхлопа honda crfl то есть такой софт эндуро он такой софт софт такой прям мягенький мягенький это тоже самое прям вот мягенько-мягенько вот сейчас короче приезжает еще ребята проедемся по лесу прокатимся куда-нибудь миша сейчас заведет нас какие-нибудь горочки поиграем в тяги-перетяги кто кого перетянет специально трос взял рейджер его будет лайфхак рейджера заводить не будем и ребята это реальный утилитарник посмотрите где я лазил парни конечно колея сумасшедшие просто широченные но и есть приколюха у него невероятная маневренность за счет очень короткого трака вот технические характеристики посмотрите сами короткий трак получается и широченные колея просто нереальной маневренности кстати назад едет не могу понять почему но едет очень хорошо не пойму почему может быть отрицательный угол трака в конце да видите такой некий подлом пятки из-за этого он не стремится закопаться уйти назад закапываясь как все снегоходы как большинство снегоходов а именно едет назад всплывает задница наверх и конечно вес у него просто невероятный то есть поднимать его очень легко прям раз и переставил одной рукой одной левой правой снимаю парни представляете сколько надо сил потратить чтобы развернуться вот на таком полноразмерном снегоходе в лесу и на этом малыше сейчас знаете что делаем сейчас он отсюда выйдет и я вам прям покажу забыл заднюю включить я вам покажу как здесь разворачиваться на по-честному ты должен туда же заехать и вы засечем за сколько ты оттуда выберешься понял я будем все исполнено да он коротенький с первого раза заехал а то есть какой прикол он очень легкий и если даже где-то чуть-чуть застрял берешь его вот так сколько весит короче не знаю сколько он весит надо посмотреть 150 килограмм или 160 кстати гусяночка на этом аппарате стоит наши друзей компании композит парни даже здесь вам передаю спасибо большое за реально офигенный формат гусеницы крепкая надежная как сталь до быстро на горке поехали парни мы сейчас собираемся пить чай я хочу вам сказать что вот этот малыш он не то что не отстает в лесу он наказывает понимаете наказывает остальных и я более того скажу вам смотрите вот это линкс рейнджер бирп 49 я хочу сказать что по лесу по лесу шармакс шарашит быстрее при этом стоимость сколько линкс стоит михаил скажите пожалуйста мне ну ты же знаешь что ты издеваешься нет серьезно честно говоря не знаю 2 и 3 где-то так миллион ну понимаете ошибаться понимаете короче линкс стоит примерно как однокомнатные квартиры в регионе а шармакс стоит как гараж в регионе причем такой на окраине промзоны при этом он ничем не уступает ребятки представляете я не пытаюсь пиарить этого малыша у него куча недостатков реально вот по недостаткам давайте вообще сразу накидаю тоже что сразу опять-таки бросается в глаза вот этих убогие подножки они реально убогие и более того вот эта плоская подножка на ней образуется снег видите вот это налить на именно налить такая подножка какие вот инженеры я не знаю придумали вот такие дырки что через не должно пролетать я не знаю только если чай пролил он прольется вниз а так вот это все это будет жесть прям реально жесть ну вот и конечно же ноги уже начинает соскакивать пипец как неудобно то есть с подножками надо что-то мутить кнопка меня просто реально достала я понял какой момент я его выключаю когда короче говоря сдаю назад рука немножко выворачивается выключает кнопку вот чека безопасности конечно такая честно сказать по качеству она про видно что пародия на чеку безопасности я и не пристегиваю не вижу здесь необходимости какой-то как уже сказал пластик надо местами очень здорово поработать с ним ну то есть где-то усилить где-то что то что можно было реально утилитарно лазить везде вот неужели сука сложно было сделать карманов вот побольше точнее то что побольше их тут вообще нет седуха знаешь как снимается седуху замучаешься снимать реально и там чтобы снять ее надо открутить сначала один болтик там ну правда такой под руку но тем не менее залезть туда потом седуха очень плохо назад устанавливается кстати тоже неудобный момент но есть вот такой багажничек для рюкзачка если мне рюкзачок живет проводим эксперимент можно ли на этом малыше ездить вдвоем может я может я третьим давайте поедем в лес ну так удобно скажи ребят и понял как я оглушу короче вот когда я что-то делаю например вот так все нажимаю на кнопку рукой так обидно я понимаю что что-то не то короче так ну чё парни вот здесь вот такой склончик снимай пожалуйста меня я покажу как едет нормальная техника нормальная техника с нормальными пацанами сейчас я покажу чтобы вы понимали чё он творит а вот дальше а вот дальше непонятно куда потому что вот здесь ребят уже начинается крутой обрыв что там происходит горники выезжают всё что-то я увлёкся расположением шлема я думаю самый момент сделать вид что так и планировалось сесть так чисто прикурить посидеть да я думаю что все это говно вопрос сейчас все решится топ-контент ты хочешь вниз мощи конечно не хватает лошадок бы еще плюс 50 вот так и было бы вообще тоже не хватает не хватает ему что сейчас туда ломануться и и широкий конечно зараза не вот там стеночка вот туда идти некуда вот это печально чувствую сейчас надо будет помогать шармаксу шармаксу нужно будет помогать не валер 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 погоди сейчас сделаем ты сейчас станешь настоящим горстом погоди секунду да вот теперь это настоящий вот такие у нас происшествия ребят тут стоят валера у нас он чуть-чуть решил это в траверсе походить а тихо стой 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 да стой стой ты снимаешь хотя бы да я поймал куда он так ломанулся да подожди стой давай потяни так немножко сам это он может поедет сейчас слушай тачка огонь ты видел он сам выезжает ему не нужны помощники не нужны но он ну чисто как-то утиль на понижайке такой коробкой да 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 ну миша кадр как газонул да не но он нормально газонул так что трос отстегнулся валер решил сейчас он все сделать дубль 2 я должен был за шапкой приехать да что такое меня эта кнопка просто с ума сведет а сука так где они катят все кони огонь и кормить не надо иди голову забирай чтобы был виден уклон садишься на жопу и поехал не едется почти горы ну все супер едем домой и и вот по пути у нас сломается как ни странно не вот это чудо-юдо а ломается скиду зачем-то выплюнул он всю марганцовку слушайте а давайте спросим хозяина для чего он залил марганцовку что-то заливало обеззараживание было обеззараживание то что было то что и залили знаешь почему потому что мы чаю не попили понятно ты взял с собой белого чая саммиты короче плюются марганцовке не брал с собой белого чая сейчас будем эвакуировать снегоход снимаем ремень и потянули а давай попробуем потянет ли шарман давай попробуем говно вопрос да 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 заодно будет вообще не вопрос в реверсе ходит как утиль попробовали давай давай так эвакуация да да эвакуация энц не выезжай сейчас ну ёооо заново едет а че у него гусянка то пятидесятые че вы хотите у него фаркоп а слышишь как турбина работает прям забывает слышно да ага буст блин бустер прям да не 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 за рычаги не не за лыжи за рычаг не 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 он вот здесь как это так это чего да не нормально вылезать а потому что он кислотище тяги не формируется очень сильно аааа конечно только 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 я за лыжи дергал не нельзя за делать вообще а че вы это зацепите его за бампер да и все за бампер нельзя как раз почему обычно я брал за лыжину за бампер потому что он слабенький вырвешь нет бампера он ничего ему не будет весь вопрос другой и когда его Но его лучше всего за лыжи, потому что он тогда над слепой, потому что он зародится. Подожди шлем, перчатки одеть, а то сейчас ты как полетишь... У него согнулся этот. Нет. Не, по целине пойдет. Так, ну что, ребятки, пока пушки продолжаются. Уже ночь, теперь я с женой, она за рулем. Хочу вам показать свет, какой. В общем, свет на самом деле вполне себе достойный. Сейчас едем с ближним светом. Более чем достаточно. Более чем достаточно. Все отлично видно. Ну и дальний свет. Чуть надо подрегулировать, высоковато бьет. Жена уже теперь носится. Не, ребят, кайфовый аппаратик, я вам клянусь просто. Завтра еще ватрушечку прицепим. Посмотрим, как с ватрушкой справляется он. Ну, судя по тому, что с... С саммитом на хвосте. Стой! С саммитом на хвосте справился без вопросов. С ватрушкой тоже будет справляться. Ну что, ребята, эту серию будем заканчивать. А в следующей серии загоним снегоход в болото и глубокий снег. Потому что снежка реально подвалила очень и очень круто. А тест-пилотом будет выступать девочка. И посмотрим, как девочка справляется с этим снегоходом. А я буду тусоваться вокруг на Буране. Ну и, соответственно, подведем итоги. Что это за снегоход, для чего он нужен и стоит ли его покупать. Так что, кто не подписался, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить следующую серию. Ну а на этом прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok